Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами отчет беременности, и сегодня мы будем говорить о 37 и 38 неделе моей беременности. Сегодня, на сегодняшний день, когда вы смотрите этот видеоролик, у меня уже 37 недель и 5 дней, значит, буквально через 2 дня 38 полных недель. И это наш срок, и мы с вами, так сказать, выходим на финишную прямую, что ни на есть. Плюс ко всему начался сентябрь сегодня, 2 сентября, и это, ну, так сказать, в нашей семье месяц малыша, месяц родов. То есть это тот месяц, когда появится на свет наш второй сыночек. Что произошло за последние 2 недели? Многие подруги мне пишут в директ, в инстаграм, потому что меня потеряли. Я не выхожу никуда, ни в сторис, ни в посты, и в целом я как-то затихарила. Если многие из вас заволновались и заподозрили, что вот мы уже в роддоме рожаем и так далее. Тем более, что собирали сумки в роддом, и на прошлой неделе я опубликовала эти видеоролики. Но мы, как вы видите, еще не родили. Малыш еще в моем животике созревает, растет и живет там своей спокойной жизнью. Я, в свою очередь, была задачена всякими разными тестами, осмотрами, УЗИ и так далее. То есть, 2 полных дня я провела в роддоме, и, собственно, поэтому, конечно же, у меня не было в эфире, и вы меня потеряли. Что же у нас в роддоме, и зачем я туда ездила, и что вообще происходит? Значит, по предыдущим моим отчетам, вы знаете, что у меня был клинический диагноз от моего гинеколога симфизит. По всем симптомам, которые я переживала, то есть, это жуткая боль в лобковой кости. Это постоянно неважно, либо я нахожусь в движении, либо в покое. То есть, это постоянная такая нудящая, непрекращающаяся боль, которая становилась все больше и больше, все больше мешала мне жить. И по этой симптоматике мы, конечно же, понимали, что, возможно, у меня есть симфизит, который нужно проверить. То есть, те УЗИ, которые я ранее делала, или, по крайней мере, те датчики, которые были у моего доктора по УЗИ, они не показывали, в общем-то, картину симфизита, по которой можно было бы поставить диагноз, есть он или нет. И, следовательно, поэтому у нас был только вот этот клинический наш диагноз, наше подозрение. И, в общем, мы понимали, что если дела будут идти хуже, нам нужно будет, в общем, с этим делом разобраться как-то посерьезнее, на него обратить внимание. Сразу скажу, что в Риге, где я нахожусь и где я наблюдаюсь, такое сильно европейское отношение, в частности, к симфизиту, в общем, как и ко многим другим вопросам, в том числе беременности, очень спокойное это отношение. Извините, я поглядываю, смотрю, что ребенок там делает. Очень спокойное это отношение, но, наверное, не столь, так сказать, какое-то такое экстренное, как это происходит в России. Я уверена, что мой гинеколог у меня в Санкт-Петербурге уже давным-давно назначил мне специальный УЗИ, там был бы линейный специальный датчик, который смотрит не так глубоко, как вот тот, который смотрит малыша, а более поверхностно, то есть это, значит, кожа, жировая прослойка, как и там сухожилия, кость, и, собственно, вот с этим линейным датчиком бы я посмотрела спокойно бы мои косточки. Что касается в Латвии, в Европе, в принципе, ну, к симфизиту относятся как-то так, ну, не то чтобы как к мифическому зверю, но в целом он присутствует, это очень индивидуально, это вопрос связок женщины, на 100% причину выявить невозможно, ну, и, в общем, вот это вот как-то так обтекаемо, и поэтому сильно на самом деле никто, ну, не то чтобы не заморачиваться по этому поводу, но в целом, если ты функционируешь, если у тебя нет каких-то там вот прям симптомов кардинально меняющих там, я не знаю, положение вещей, и там тебя госпитализировать надо, ну, как бы все нормально, никто толком там как бы не паникует. Но все-таки, в силу того, что у меня есть, вы, подруги, многие об этом писали, конечно же, и в целом доктор, она, ну, так очень внимательно относится к пациентам, она прислушалась к моему волнению, в частности того, что я действительно хочу разобраться до конца, чтобы мне посмотрели на узи мои кости, чтобы мне сказали на 100%, есть ли у меня там расхождение чрезмерное, там, больше 10 мм, сантиметров, двух и так далее, для того, чтобы понимать, что делать и как планировать роды, поскольку, если это расхождение, оно чрезмерное, то это все грозит вообще там, ну, очень долгим лечением, восстановлением, в лучшем случае, инвалидной коляской на какое-то время, потому что ходить ты уже не сможешь. Благо, мой доктор предприняла все меры для того, чтобы разобраться с этим вопросом. Итак, мы отправились в роддом, там меня приняла доктор, который, скорее всего, будет принимать мои роды, и, собственно, они мною занялись, они просмотрели всю историю моей беременности, первый, второй, расспросили, как, что, как я рожала, рем тоже большой был, и, собственно, мы отправились на узи, где посмотрели мои кости, и, слава богу, симфизита у меня нет, у меня абсолютно физиологичное положение моей лобковой кости, да, там немного связки не держит, и, понятное дело, то, что вторая беременность и особенность моих связок в целом заключается в том, что они сильно болят, вот как будто бы, вот я уже много раз говорила, как биты тебе там все постучали, отбили, и ты вот теперь в синяках и гематомах вот такая вот перекатываешься, еле ногу поднимаешь. Опять же, по симптоматике все стало хуже, то есть боли увеличились, эта боль, она перешла уже на левую мою сторону, вы знаете, что я левой ногой мучилась, и из-за сдвижения вот этих костей, таза, большая нагрузка на левую ногу, она у меня отекает и сильно болит. Так вот, вот эта боль именно, которая сначала была только в лобковой кости, она перешла на всю левую ногу, сначала это было до колена, потом ниже колена, и вот день за днем, день за днем, нога стала сильно отекать, тут картинку добавлю, ну и короче, по итогу я уже стою в зеркало вот так вот смотрю, и на осмотре у доктора мы видим, что правая коленка, она выше, чем левая, ну то есть уже асимметрия, она видна очевидно, и я понимаю, что я плыву, и мне как доктор сказала, ты знаешь, вот как колготки, вот какие-то ты купишь 3 месяца будешь счастливо носить, а какие-то уже вот через 3 дня у тебя коленки все в пузырях, вот ты в пузырях у меня, поэтому будем наблюдать, будем смотреть, и мы должны как-то пристально за тобой, ну как-то вот следить. Но хорошая новость в том, что трагедии никакой нет, вот такого чистого 100% диагноза симфизита с чрезмерным расхождением костей нет, плюс ко всему она и при помощи пульпации попробовала проверить мои кости, это было жутко больно, благо она не сказала, что она будет делать, она мне говорит, иди сюда, берет меня за бедра, и пальцы мне вот прям в лобковую кость, как фиганет, знаете, у меня просто пот из глаз палился, кровь из ушей, я не знаю, я там вот просто мокрая вся стояла, от боли я отскочила, мне кажется, на метр от нее, или по крайней мере мне так казалось, потому что это действительно было жутко больно, она говорит, ну, по лицу у меня никуда не провалился, поэтому есть у нас надежда, что все хорошо, я понимаю, что ну как бы окей, хорошо. Значит, это моя особенность. Для облегчения симптоматики моя доктор научила меня одевать правильно пояс, беременных бандаж, то есть не на животе, как казалось бы, ну нормально, чтобы поддерживать живот, вот, а именно лежа, именно лежа, я покажу вам здесь в этом видео, ну стоя, просто потому что снять легче, мне животом тяжело ложиться так, но это нужно делать лежа и затягивать этот бандаж на бедра, если есть вот эти боли, таким образом, чтобы собрать эти бедра просто в кучу, вот воедино, и им помочь немного более держаться. И очень круто, если есть бандаж, который застегивается не только на основную липучку, но еще есть дополнительные по бокам липучки, которые еще дополнительно, в общем-то, его фиксируют, затягивают и помогают регулировать то, насколько сильно этот бандаж затянут на бедрах, это очень здорово. И, конечно же, благодаря этому ходить значительно легче, и поэтому уже буквально через несколько дней после вот такого ношения бандажа я уже как-то пободрее шевелюсь, плюс ко всему доктор прописала мне физиотерапию попробовать, говорит, ну попробуй, вдруг поможет, многим помогают, и вполне возможно тебе тоже поможет. Вот, второй момент, который мы смотрели, это, конечно же, рост и развитие малыша, потому что мы уже говорили ранее, малыш большой, и у нас стоял вопрос по поводу стимуляции. Сейчас, благодаря тому, что нет у меня симфизита, все физиологично и все в норме, у нас не стоит на повестке дня вопрос кесарева вообще, то есть мы рожаем естественным способом сами. Сейчас только вопрос по поводу того, как растет малыш, поскольку, если уж, ну, скажем, моя физиология настолько, ну, вот, тяжело переносит, и мне действительно это очень больно, плюс ко всему связки, плюс ко всему первый ребенок большой, у меня, ну, была эпизитомия, и вот я заживаю очень тяжело, у меня всегда любое ранение на моем теле, оно заживает через воспаление, всегда, и это в два раза дольше, чем, ну, как бы в нормальной ситуации, то есть любое, порез, ожог, там, я не знаю, любое, царапина, вот всегда, она сначала воспалится, вроде как бы заживает, потом воспалится, а потом вот корка, вот эта короста уходит, гной выходит, и потом вот, вот, вот тогда уже все. И ровно подобная ситуация была с первыми швами, когда вот шесть недель, а у меня они воспаляются, эти швы, и все, хоть и тресни, я там, ну, по стенам просто ползала. Понятное дело, воздушные ванны, понятное дело, там, я и даже в какой-то момент подгузники после первых родов одевать не могла, а я уже смеялась всегда, я как кошка на полотенце кровоточила, лежала, извините, голой попой, и боль была просто невыносимая, то есть у меня это был силвер спрей, это были гелевые вот эти вот компрессы, которые холодные прикладываются, и, в общем, мучилась я страшно, это было очень больно, действительно очень больно, и, ну, как-то вот это нужно учесть в любом случае. Так вот, малыша мы посмотрели, сейчас, к тому моменту, когда мы его смотрели, у меня было полных 37 недель, 37. Значит, малышоныш мой был 3600, он немного затормозился в своем росте и в развитии, то есть он уже не на две недели опережает на неделю, что хорошо, лежит головой вниз, ножки и ручки у него все в моей правой стороне, спинка в левой стороне, или он поворачивается спинкой вперед, и тогда личиком назад, и лежит прекрасно, чувствует себя замечательно, 138 ударов в минуту. Воды, вод у нас много, они очень близко к высшей границе, но пока еще в норме, поэтому по поводу количества околоплодных вод мы также пока еще не волнуемся. Что еще? Мы, значит, договорились с доктором в роддоме о том, что мы встречаемся 10 сентября, 10 сентября, и мы делаем повторное УЗИ, осматриваемся, проверяем, смотрим лобковую кость в том числе, короче, делаем все-все-все-все осмотры еще раз. Если он уже будет готов, то мы будем говорить о том, чтобы стимулироваться. Но опять же, мы этот вопрос оставляем со знаком вопроса, поскольку нужно еще сделать тогда последние УЗИ, проверки и так далее, и мы никуда не торопимся. Вот, такие вот пироги. Я, конечно, скажу вам, что, естественно, все эти две недели были для меня очень-очень такими волнительными, даже не то, что волнительными, я была в большом стрессе. Я много плакала, я много расстраивалась, я очень много переживала, и, ну, мне как-то это все тяжело давалось, потому что я вот, ну, вот когда ты в реально этой ситуации находишься, ты реально начинаешь задумываться, окей, что если кесарево, окей, что если меня будут стимулировать, как это будет отражаться на моем организме, как я буду, там, я не знаю, переживать эти схватки, как малыш будет реагировать. Потому что есть истории, что стимуляция тем же самым искусственным окситоцином, она, ну, как бы может малышу не нравиться эти схватки, могут ему не нравиться, там, сердцебиение может скакать и нарушаться, и тогда там, ну, нужно за этим очень четко наблюдать, смотреть и так далее. Короче, вот когда ты находишься в этой ситуации, ты начинаешь каждую из них прокручивать и представлять в реальности, и понимаешь, что это вот для тебя, это вполне возможно, реальность, то, конечно же, ты начинаешь нервничать, переживать и воспринимать это как, ну, ну, более, конечно, эмоционально, поскольку все-таки, ну, непросто это дело, страшно, и не хочется навредить малышу, хочется самой остаться на ногах, и хочется как-то вот, ну, чтобы это все дело прошло максимально естественно, максимально, ну, как бы, позитивно, спокойно и так далее. Поэтому нервов было огромное количество. Долгие часы в роддоме, в этих очередях, потому что действительно там морожениц много и людей много. В общем, я понервничала так изрядно, но благо вот команда врачей, которые мной занимались, они делали все, чтобы мне было спокойнее, чтобы отвечать на все вопросы, отвечать таким образом, чтобы действительно сомнений больше не было, и чтобы как-то, ну, не просто, ну, давай успокоим вот эту истеричную гормональную бабу, нет, а для того, чтобы предметно, научно отвечать на эти вопросы, чтобы я понимала в кабинете врача, в моей конкретной ситуации, что со мной происходит и как мы должны реагировать. Не просто там где-то в гугле начитаться и как бы вот там в догадках потом по ночам не спать. Хоть я и пытаюсь записывать ролики дико позитивно, знаете, что для меня эти дни были очень непростыми, тяжелыми, тем более, что малыш у меня мой здесь рядышком, и с ним нужно заниматься, и он тоже мне как бы устраивает, так сказать, сюрпризы, планы мои нарушает, и про него я, кстати, тоже сейчас расскажу, как у нас с ним тут дела. Так вот, что касается Рэма, моего старшего малыша, и что я имею в виду, когда он нарушает все мои планы, значит, вы знаете, что мой ребенок, он прекрасно спит по ночам, и в целом был у меня великолепный план того, что вот, ну, Рэм всю ночь спит, и в целом, ну, не беспокоится никаким образом, мы здесь, я заказала дверь межкомнатную для того, чтобы изолировать его, и ночные кормления и плач малыша не мешал ему максимально, насколько это возможно, не мешал ему его режиму, особенно в ситуации, когда мы в ближайшее время готовимся поступать в садик. Так вот, у нас как-то вот сейчас, наверное, близится вот этот кризис трех лет, сейчас ему 2,4, и у нас с ним какая-то невероятная любовь, невероятная связь, и он как-то без меня вот вообще с трудом меня отпускает, намного более эмоционально, с плачем, и вот прям цепляется мертвая хватка, и вот это вот все, и каждое движение ему нужно мама-мама-мама-мама. Единственное исключение, кстати говоря, он прекрасно понимает, когда я записываю видеоролики, и я вот перед записью видеоролика всегда ему говорю, Рэм, сейчас мама будет работать, мама должна записать видеоролик, ты, пожалуйста, веди себя тихо, ты играй, вот тебе тут книжки, игрушки, там-сям, вот только тихо себя веди, и позволь маме записать видеоролик, и он как-то вот уже сотрудничает, понимает, что, ну, блогер, мать, работаем, мотор. Так вот, что у нас изменилось в связи с этими всеми историями двухлетки? Он по ночам стал ко мне прибегать регулярно, регулярно это каждую ночь, то есть в среднем это 3-4 утра, но иногда бывает и пораньше, иногда бывает попозже, но он приходит ко мне спать каждую ночь. Я сначала думала, ну все, капсдец, как я буду кормить малыша, когда вот этот вот маленький товарищ, он как бы здесь находится. И причем, я не знаю, что со мной происходит, я, наверное, все-таки гормонально, или как-то вот, ну, не знаю, смирилась я с этой ситуацией, или как-то отпустила, я не знаю. Но мне так кайфово, что он приходит ко мне спать, я уже сейчас спокойно, он взрослый. Я не боюсь, что я его там задавлю-передавлю, что он в подушку узкнеется или еще что-нибудь. Он уже вот в том возрасте, когда все нормально спит, как взрослый человек. И я настолько в кайфе от того, что он рядышком сопит, и он еще прибивается калачиком ко мне. Он на меня поворачивает, чтобы я личиком была к нему. И мы вот так вот прям друг к дружку упираемся, носиками дышим друг на друга, и у нас вот прям с ним какая-то вот неземная любовь, обнимашки. И вот так вот мы с ним до утра и спим, и когда он просыпается, он начинает там теребиться, и он вот так вот меня по личику, он «Мама! Мама! Мама!» И он у меня будет, и я вот прям, ну я говорю, ну ты чего, котенок, ну как можно такую милоту вот мне тут устраивать? Ну и короче, поэтому я не имею ни малейшего представления, как будет, когда приедет Тарс, как я буду кормить малыша. Ну, наверное, придется всем адаптироваться, будет рядышком, тут все будут рядышком на мне сопить, а я буду вот сидеть и сиськой кормить. Ну, как-то муж, Рэм, я и малыш. И, в общем, придется всем с этим мириться, и я думаю, что очень быстро все привыкнут к лишним звукам и так далее, и все равно будут спать. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Или, может быть, когда Арс уже приедет, Тарэ может быть согласиться у себя в комнате спать, поняв, что тут как-то уже вечеринка слишком какая-то такая многолюдная, и как-то вот не очень в своей кровати всяко комфортнее. Так что, ну, будем смотреть, это будет очень интересно. И так как я не планирую брать отпуск от Ютуба на вот первое время, вот после родового периода, и буду вот прям снимать для вас, стараться, стараться, насколько это возможно, 2-3 ролика в неделю, и показывать, как же у нас дела, потому что, на самом деле, это самое интересное, и хочется и для себя это оставить. Поэтому, подружки, будет нам с вами очень-очень интересно. Ладно, что еще из таких вот важных? И, конечно, когда вот Рэм приходит ко мне ночью, у меня частенько посещает бессонница беременная ночиная, которая не дает спать. Очевидно, организм и природа таким образом готовят молодую маму, или не очень молодую маму в моем случае, к ночным кормлениям, чтобы твой организм уже привыкал. Так что вот все вот эти вот бессонницы, рефлюксы и прочие... Рэм! Рэмей! Иди сюда! Хватит шушать пакетами! Все вот эти бессонницы, рефлюксы и прочее, это, конечно, меня по ночам сильно-сильно мучает. Что еще? А, по поводу горшка. Мы обучаемся горшку, и, в общем, дела у нас очень круто. На горшок мы ходим постоянно. Есть у нас, понятное дело, аварий. Вот, но все это дело, как бы, смотрится уже хорошо. Мы по-большому, в принципе, сейчас уже в трусики не ходим, он просится. Сейчас остается научиться только по-маленькому проситься. Вот это вот как-то у нас наоборот получилось. По-большому он просится, а по-маленькому он забывается. Ну, он играет, и штанцы иногда бывает дуют, если я там пропущу момент. Так что, но с этим тоже все нормально, поэтому... Поэтому, поэтому подгузники, что касается Рэма, мы оставляем только на дневной, ночной сон и на прогулки длительной. Но в садике... Эй, Рэм! Ты чего? Там нельзя. Но в садике, я знаю, что памперсы тоже позволительные, поэтому можно пачку привезти, и они там особо, как бы, по этому поводу не переживают, и постепенно ребенка высаживают. Так что с этим тоже у нас все вроде бы в норме. И из таких каких-то более, наверное, таких, ну, не знаю, пока вещей, которые все-таки доставляют удовольствие, я все-таки наслаждаюсь моментом, который у нас пока еще есть. Вот эти последние две недели. Хоть и не в моготу, хоть и у меня действительно ежедневно меня мучают очень сильно боли, и шевелиться мне тяжело, ходить мне тяжело, лежать мне тяжело. У меня, правда, вот эти боли, они сильные, мне даже обезболивающие, прописали ректальные свечи. Но все равно я когда вот задаюсь вопросом, когда же, когда же я рожу, и это все закончится, я все думаю о двух ответах, которые я получала от своих подписчиц в инстаграме, в директе. Одна подруга написала, что, типа, мать, расслабься, как бы не переживай сильно, дальше будет только хуже. И вторая написала, скоро этот пиздец закончится, но ты не переживай, начнется новый. Я поняла, что, ну, как бы, вот жизнь матери, она вот такая многострадальная, и ты уже никуда от этого не денешься. Ну, это ладно, шутка шутками, но в целом, если серьезно, то я на самом деле сейчас пытаюсь концентрироваться на том, что вот у меня еще есть минимум две недели, когда я могу наслаждаться тем, что у меня один малыш. В те моменты, когда я укладываю спать, я могу либо отдыхать, либо снимать видеоролики, монтировать, работать, не работать. Ну, то есть я вот сама себе предоставлена. Я могу, там, убраться, если хочу, или не убраться, если не хочу, лежать, если хочу, или не лежать, если не хочу. Ну, то есть вот в этом смысл самый главный. Понятно, я привязана к дому, понятно, дело я провожу все время с ребенком, и, как бы, я вот в этом смысле матушка-матушка. Но все равно, все равно это, ну, по-другому, когда у тебя, ну, как бы, на руках нет младенца, он, как бы, есть. Я всегда, ну, как бы, себе и мужу тоже говорю, ну, как бы, когда вот вопрос заходит, когда появится, он уже появился, вот он со мной. Он, он на самом деле здесь. То есть вот небольшая прослоечка вот этого моего тельца, и он тут, он ведь там дышит, он ведь там со своим личиком, вот он, он, который просто вылезет и будет вот здесь на руках, он уже есть. Мы вместе уже втроем давным-давно живем, и в целом ребенок-то у меня уже второй уже появился, просто он, как бы, находится вот в этой колыбельке, а не рядом с кроваткой. И эта колыбелька, она обеспечивает то, что этот малыш, он всегда в комфорте, всегда он, как бы, в уюте, и лишних телодвижений маме совершать не нужно, это здорово. И кормится он там, и растет он там, и наверняка там что-то плачет, и не плачет, и, может быть, там, ну, да, икает, или что-то там еще смотрит уже. Ну, короче, я к тому, что я наслаждаюсь тем моментом, который у нас сейчас с Рэмом есть. 9 сентября мы ожидаем Арса, то есть осталось совсем-совсем чуть-чуть, неделька осталась, Арс приедет. Ах, и тогда, и тогда вот будет этот маленький период, когда мы вместе, и когда мы можем вот ожидать этого главного дня появления на свет второго малыша, вот все вместе, всей семьей, и как-то, ну, это очень здорово. Поэтому сегодня я с улыбкой успокоилась от всей своей нервотрепки, концентрируюсь на хорошем, солнышко еще светит, лето закончилось, ну, и ладно. Что делать? Каждый год вот такая скорбь, когда лето заканчивается. И все равно, но солнце светит, листья еще зеленые, и это здорово, и вот от этого как бы легче и становится. Так что, подружки, вот такая вот моя история 37-38 недели беременности. Всем вам огромное-огромное спасибо, кто волнуется, кто мне пишет, а пишете вы очень много, часто и так далее. Спасибо вам огромное, все хорошо, все в порядке. Буду информировать и держать вас в курсе дел, так как YouTube для меня это основная площадка моя, основная моя аудитория здесь, и, ну, люблю я YouTube сильно-сильно, поэтому, собственно, самые главные отчеты, они будут именно здесь. И вполне возможно, на Instagram у меня не будет оставаться так много времени, и там как-то мы будем отсутствовать, ну, по крайней мере, там какой-то некий такой образный перерыв будет, хотя мы публиковаться там тоже появляться будем обязательно. Но, в общем, кто следит за нами, следите здесь, и держите за нас кулачки. А я также держу за вас кулачки, все мои беременные подруги, которые вместе со мной проходят этот путь. Все у нас получится, мы как бы матушки сильные. Иди сюда, попрощайся с подругами, иди скажи подружкам пока. Иди сюда. Давай, скажи подружкам пока. Мы уже тут закончили, мама поработала. Вот, скажи пока, подружки. Пока. Ай-яй-яй, котенок мой. Ну, в общем, давайте, подруги, желаю на сегодня вам доброго дня. Я отключаюсь, и увидимся с вами в моем следующем видеоролике. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!